что ФБК на себя начали вести, как дети, у которых родители уехали за границу или куда-то, уехали отдыхать, и просто организация пошла в разнос. Все Навального этапировали в колонию, то есть все эти разговоры о том, что Навального сейчас отпустят, которые себе позволяли некоторые, так скажем, публицисты, не выдержал никакой критики. Это произошло. Я, в принципе, не видел другого исхода. Интересно, что будет дальше. Алексею Навальному желаю сил, вообще призываю всех писать ему в колонию. Я, когда сидел не в сравнимых условиях совершенно во время своего ареста 30 суток в прошлом году, письма, которые мне писали мои подписчики, мои читатели, они действительно составляли значительную часть того хорошего, что было у меня в сутках в камере. И поэтому, если вы найдете у себя силы, время написать Алексею Навальному, пожалуйста, это сделайте. Алексей Навальный сидит сегодня ни за что, буквально за то, что посмел выжить после покушения на себя, за то, что посмел рассказать о том, кто это покушение совершил, за то, что является бесстрашным, за то, что борется за нашу страну. Одновременно с этим происходят какие-то удивительные метаморфозы в самом ФБК. И я сейчас буду стараться говорить в достаточно аккуратных терминах об этом, потому что ФБК борется за Навального, и это нужно уважать. Но в то же время эта борьба происходит в совершенно каких-то удивительном формате и уникальном. То есть, действительно, сейчас буду очень корректно стараться выбирать слова, да, но вот посадили лидера российской оппозиции. Действительно, как правильно написал тот же самый Влад Сдольников со своего нового аккаунта в Твиттере, что ФБК на себя начали вести, как дети, у которых родители уехали, значит, за границу там или куда-то, уехали отдыхать, да, и просто организация пошла в разнос. Потому что темы поднимаются, ну, скажем так, не в стране, где мы все находимся под тиранией Путина, в стране, где говорить о привилегированности в принципе странно, а если вы не говорите только о привилегированности номенклатурной, заниматься вот этой дешевой манипуляцией, которой сегодня занимаются отдельные там члены ФБК по поводу неравенства в зарплатах между там представителями тех или иных полов, ну, это вызывает вопросы. Даже если вы искренне считаете, что это проблема, это проблему некорректно, на мой взгляд, подсвечивать с помощью тех манипулятивных тезисов, которые сейчас используются отдельными ее членами, и, конечно, манипуляция, которая происходит, вот у нас есть, может быть, картинка Владимира Милова, вот на картинку Владимира Милова я бы очень хотел посмотреть сейчас, и тезисы Владимира Милова, они, конечно, ошарашивают, да, не нравятся квоты для женщин на рабочие места и требования по минимальной зарплате, так платите им добровольно больше, simple solution, win-win, хотите узаконить дискриминацию, ну, так у ваших оппонентов тоже есть оружие, побеждает, извините, сильнейший, не войте потом. То есть вот это вот Россия, которую хочет построить Владимир Милов, Россия, где побеждает сильнейший, да, а все, кто, значит, не сильнейший, пожалуйста, не войте, оплатите то, что вам сказали, платить под государственной дубиной, потому что и обеспечивайте те квоты, которые вам сказало государство. Мне кажется, это абсолютно саморазблачающее себя заявление, и, ну, мне удивительно, что это все происходит на фоне действительно и человеческой, и личной трагедии, которая сейчас преследует Алексея Навального, которому, на мой взгляд, в ближайшие годы не сулит ничего хорошего, который находится в колонии под угрозой, ну, едва ли не смерти. Мы знаем, что происходит вообще с... Мы знаем, мы помним, что произошло с Магнитским, мы помним, что произошло при всей критике там с Тесаком. Мы знаем, что Путин и номенклатура умеют доводить свои дела до конца, и это то, на чем сегодня, очевидно, стоит концентрироваться, очевидно, является объединяющей повесткой. Вместо того, чтобы сегодня объединять гражданское общество, говорить, ребята, давайте бороться против этого беззакония, «Ребята, неважно там, какие между нами существуют разногласия, давайте сконцентрируемся на том, в чем мы точно можем согласиться», вместо этого выдвигается абсолютно девайзив, то, что на английском называют, то есть абсолютно поляризирующие тезисы, которые отталкивают потенциальных сторонников, отталкивают зачастую действующих сторонников, а людей, которые все равно продолжают их поддерживать, типа меня, типа Либертарианской партии России, ну, заставляет просто так сделать шаг назад и сказать, что, ну да, мы, конечно, поддерживаем Алексея Навального, но вот поддерживать то, что сегодня из себя представляет ФБК, становится просто все сложнее и сложнее. Необъяснимо ничем, кроме самых депрессивных домыслов поведения. Я надеюсь, что я не прав, я надеюсь, что мои домыслы не правы, я надеюсь, что это все-таки ошибка, а не что-то другое, но выглядит это чрезвычайно плохо. Я очень надеюсь, что все-таки люди, которые сейчас вот эту повестку так агрессивно двигают, они одумаются, потому что ничего хорошего, в том числе для политической карьеры Алексея Навального, это не сулит, а уж для политической карьеры ФБК подавно. Могло ли все, что случилось, иметь следующее происхождение? Волков, Милов и Ко убеждают Навального вернуться в РФ, говоря о гарантиях международных партнеров, народных выступлениях, инсайдерах, прораскол элит, с целью посадки Навального и перехвата ФБК и его инфраструктуры. Пассажный герой Навальный им выгоднее, чем Наволе, болтающий что-то не то. Нет, это теория заговора. Я все-таки склонен считать, что заговоры, они очень редко оказываются реальностью. Ну, бывают исключения, но вот это вот выглядит совершенно невероятно. Во-первых, потому что, когда в твоем кругу люди строят против себя такие серьезные козни, это обычно довольно легко прочитать, а Алексей Навальный все-таки человек неглупый. Во-вторых, на воле остается его жена, которая тоже прекрасно понимает, что происходит. Поэтому не нужно подобные домыслы делать, если только для них повода не дает там сам Алексей Навальный, если там Юля Навальный не сделает какое-то заключение. Нет, я думаю, Алексей Навальный вернулся, потому что считал, что это лучший политический ход, который ему доступен. Вполне вероятно, кстати, что это действительно так. Бывает так, что лучший ход, который тебе доступен, одновременно является и не очень хорошим. Мы это обсуждали несколько недель назад, где я говорил, что Цукцванг у Путина и Навального абсолютно взаимный. Навальный не может не вернуться, Путин не может его не посадить. Все это приводит, с одной стороны, к посадке Навального, с другой стороны, к эскалации конфликта с Западом для Путина. Но вот как в шахматах, они ставят себя в ситуацию, где каждый год ход создает худшую ситуацию, чем та, что была до этого. Но ход сделать невозможно. Вот на мой взгляд, объяснение здесь скорее такое. Никаких козней нет, но то, что команда Навального даже во время, даже когда Навальный присутствует, всегда делался вот этот акцент, что вообще у нас люди достаточно независимые. Каждый делает, что хочет по своей, значит, сфере экспертизы. Каждый уникальный член команды. Я вполне себе уверен, что это правда. Но всегда, конечно, когда Алексей исчезает из публичного пространства, смена управления, она всегда видна. Тезис абсолютно верный, что рупором, скажем так, политической повестки должен быть один человек. Это Леонид Волков. Это, наверное, правильно в такой какой-то кризисной ситуации, где не должно быть второго мнения, где шаг влево, шаг вправо может внести разногласия в какие-то их стройные ряды, я это понимаю. Но, с другой стороны, очевидно совершенно произошедшее это продукт некой внутренней борьбы, где одна сторона, скажем так, одержала поражение, но другой стороной я абсолютно не знаю каких-то подробностей происходящего в фонде борьбы с коррупцией. В фонде борьбы с коррупцией, поэтому не буду делать домыслы о том, в чем заключается одна сторона, в чем заключается другая. Но вот это вот как бы объяснение, я когда его посмотрел, мне, конечно, стало, ну, с одной стороны, грустно за Владимира Милова, который эту борьбу явно проиграл. Во-вторых, ну, стало интересно, что же там на самом деле происходит такое, что мы действительно не видим со стороны совершенно, что мы можем судить. Вот ФБК в этом смысле такой же черный ящик, как и, блин, вырвут из контекста, иначе сформулируют. ФБК это такой черный ящик. Мы не всегда знаем, почему там происходят какие-то перестановки, которые там происходят. Можем только судить вот подобным заявлением. Заявление действительно интересное, да, с одной стороны. Я, кстати, сейчас попрошу вывести картинку с сообщением Марии Певчих. Не, серьезно, у меня адский бомбит. Какое нахрен переименование партии «Справедливая Россия»? Какой памятник? Какие еще манифесты про цивилизацию? В России отравили политика и посадили сразу после лечения. А попутно избили и арестовали тысячи человек по стране. Алло, что это происходит, да? Вот это ретвитит фонд ФБК. Одно из лиц новых фонда борьбы с коррупцией. Владимир Милов аналогично делает заявление у себя в Фейсбуке, что вот он больше не, значит, не делает передачи на Навальный лайф, потому что, с одной стороны, Леонид Волков сейчас отвечает за повесточку, с другой стороны, ну, разве про экономику это важно? У нас сидит Алексей Навальный, совершенно имеющий право на существование тезиса. Я с этим тезисом согласен. Но в то же время единым фронтом выступает тот же самый ФБК и впрыскивает в дискурс тему, ну, которая, прямо скажем, не имеет никакого отношения к сидящему в застенках Алексею Навальному и имеет, прямо скажем, довольно странный эффект на настроение общественное в России. То есть проблема не в том, я здесь даже не пытаюсь критиковать, хотя мне есть что сказать относительно той программы, которую ФБК сейчас предлагает. Это просто сквозит неискренностью, такой же практически неискренностью, которая сквозит многие заявления, скажем так, оппонентов Фонда борьбы с коррупцией. И мне непонятно, зачем это нужно, мне непонятно, чем ФБК руководствуется, когда подобные заявления выпускают. Мне грустно за этим наблюдать, и неискренность – это что-то, что от политика, по-моему, всегда должно отталкивать. В этом смысле, конечно, Алексей является, мне неправильно так формулировать, на меня совершенно справедливо обидится, но в этом смысле, конечно, мы должны разделять ситуацию, которая происходит с Алексеем сегодня, и ту политику, которую проводит ФБК, потому что вот наблюдателю со стороны, для наблюдателя со стороны действительно сегодня уже видно, что это совершенно-совершенно не связанные друг с другом вещи. Это странно, это непонятно. Я надеюсь, что какое-то объяснение об этом последует, и желаю снова Алексею Навальному как можно быстрее выйти из тюрьмы. Гражданское общество обязалось делать все для того, чтобы освобождение Алексея произошло. Это большая несправедливость, а те заявления, которые следуют от его главных сторонников, по какой-то причине выглядят срежиссированы и неискренне, и я не могу объяснить это для себя ничем разумным. А тем, чем я могу объяснить, я как бы не готов пока это высказывать на эфире, но поэтому всех вас призываю делать выводы самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok